Ну, имени нету, они у нас все по биркам, как бы, биркованные. Ни имени, ни дома, ни хозяина. Этих собак отловили по программе «Отлов, стерилизация, выпуск». По контракту фирма под руководством Натальи Аверченко получает за отлов и стерилизацию каждой около 12 тысяч рублей. По ее утверждению, свозят сюда собак с восьми районов Тюменской области. Предприниматель работает по контракту с муниципалитетами. Большинство собак выпущены после всех процедур. Вот только куда выпущены, остается вопросом. Видеофиксацию выпуска в том же месте, где отловили, фирма обязана предоставить в отчете. Но есть другой вариант – передать по договору четвероногого новому хозяину или в приют. Вот такая удобная альтернатива завершить контракт и получить деньги без дополнительной отчетности. Для этого и используется территория, на которой расположено муниципальное здание. Предоставлено оно администрации Тобольска общественной организации. Под волонтерскую деятельность, а не для бизнеса. В настоящее время договор с общественниками расторгают. Вообще все собаки, которые здесь находятся, они все по заявкам. А предприниматель работает по различным районам – Тобольский, Увадский, Юргинский и так далее. Мы должны понимать, что там суммы достаточно серьезные. И спекулировать на том, что мы предприниматели и при этом волонтеры – ну вот это, наверное, и есть тот самый момент, который вызывает и неоднозначное отношение. Организация «Пес и Кот» создавалась как волонтерское сообщество. Но сейчас большинство бывших ее членов к ней не относятся. На тот момент было очень много волонтеров. Затем нас всех попросили оттуда, сказали, что там будет программа ОСВИ. Нас оттуда всех выгнали волонтеров. Предоставленное имущество – здание на улице Луговой – не используется. А собаки содержатся на улице в клетках. При этом в соцсетях организация «Пес и Кот» на помощь животным, в том числе и на стерилизацию, собирают деньги с неравнодушных табаляков. Какие суммы поступают в фонд – в общем доступе информации мало. У Центра помощи бездомным животным «Право на жизнь» в этом смысле все прозрачно. У нас в группе существуют альбомы дохода и расходы, которые выкладываются в скрины, карты, на которые поступают денежные средства. Выкладываются все чеки по расходам. И это, говорю, все в публичном доступе. То есть каждый человек может интересующую для себя в этом плане информацию просмотреть. На Балякине один год озабочены проблемой бродячих собак. Этот вопрос скоро будет решать новый муниципальный приют. К проекту подключены зоозащитники и добровольцы. Конечно, мы с ними обсуждаем и расстановку, и вольеров, и как удобно. Рассматриваем варианты совместного сотрудничества. Чем больше к процессу будет привлечено неравнодушных, тем более качественно будет организована работа муниципального приюта. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Михаил Куричко, Тобольское время.